Там живет сказка. В Красной Поляне готовится принять ребятишек новый детский сад. Пять дней в сапогах у армавирских десятиклассников начались военно-пылевые сборы. Молотком по непогоде. Несмотря на дождь, фестиваль молодежного творчества состоялся. Здравствуйте, в студии Марина Белова. Вашему вниманию основные события жизни города в материалах наших корреспондентов. В Красной Поляне строители завершили основные работы по возведению детского сада. Теперь дело за волонтерами, которые наведут порядок в помещениях, а также за пожарными и Роспотребнадзором. Эти службы будут согласовывать сдачу объекта в эксплуатацию. Ход работ постоянно контролировал глава города. Вот и в этот раз он побывал в дошкольном учреждении, до открытия которого осталось не так уж и много времени. На этих архивных кадрах август прошлого года, когда началось строительство. Это был наказ жителей. И вот спустя 10 месяцев в поле вырос двухэтажный детский сад, рассчитанный на 140 малышей из Красной Поляны и поселка Юбилейный. Инвесторы вложили в строительство 120 миллионов рублей. У дошкольного учреждения будет и своя автономная котельная. Сейчас рабочие завершают благоустройство территории. В детский сад, которому уже дали название «Сказка», сейчас завозят качели, игровые и спортивные площадки. Идет монтаж веранд. Строители постепенно уходят, передавая эстафету персоналу и волонтерам. Ставить сюда людей, намывать и в каждое помещение ставить меню. И параллельно делать заявку в Роспотребнадзор, чтобы они делали все смывы, все вопросы, которые связаны под лицензированием, готовили документацию. Перед тем, как приступить к работе в детском саду, инвесторы вместе со строителями посоветовались с дизайнерами. Поэтому дошкольное учреждение стало похоже на сказочный городок. Оригинальные решения, разнообразие красок и качественное исполнение. На это обращает внимание городской глава во время осмотра детского сада. Оригинально подошли к уличному освещению, установив кованые фонарные столбы. К открытию сказки Андрей Харченко поручил дополнить помещение декора. Полы такие, а групповые там ковры. Значит, тут надо делать стены, декорировать стены картинами, не только картинами, но еще и рисунками. Делать рисунки, делать картинки. За последние три года в Армавире были построены пять детских садов. Строится еще один в Северном микрорайоне. За счет реконструкции создаются дополнительные места в уже существующих детских садах. Возродили в городе и традиции шефства. С помощью городских предприятий многие проблемы были сняты. Глава уверен, что новый детский сад станет еще одним сказочным островком детства. Малышей он примет уже не более чем через месяц. Александр Ифанов специально для телеканала РЕН-ТВ Армавир. Продолжаем выпуск. Численную разницу между мужчинами и женщинами подтверждает официальная информация. В муниципалитете говорили об итогах переписи населения 2010 года и вручали знаки отличия тем, кто активно трудился в период проведения кампании. Данные, полученные в ходе опроса жителей, уже используются при составлении плана развития страны в целом и города в частности. Подробности у Ирины Рухлядко. Перепись населения проходила в октябре 2010 года. Это масштабная кампания, направленная не только на определение численности, но и качества жизни россиян. Впервые в анкетах были вопросы о наличии доступа к интернету, регистрации брака, о дате рождения первого ребенка и ряд других. Эксперты сравнивают перепись с коллективной фотографией, где видно все население. Ее данные важны в первую очередь для определения вектора развития России, подчеркнул на торжественной встрече и глава. Теперь это будет в формате работы экономистов, прогнозных служб, которые будут прогнозировать ситуацию, анализировать и составлять планы, графики на будущее развитие нашей территории, и, соответственно, нашего региона в целом по стране. Обработка информации, собранной в ходе переписи, в 2012-м в большей степени завершилась. Основную часть данных уже систематизировали, что касается Краснодарского края, внесли в единый каталог. Армавир по численности занимает четвертое место в регионе. Численность населения в крае у нас составляет 5 миллионов 226 тысяч человек. Краснодарский край занимает третье место в России по количеству после Москвы и Московской области. А город Армавир у нас занимает четвертое место в крае после Краснодара, Сочи и Новороссийска. Руководитель государственной статистики по Краснодарскому краю отметила и высокий уровень проведения переписной кампании в Армавире. Сложно сработали все службы. Особенно потрудившихся наградили ведомственными знаками отличия. Наталья Овчинникова и сама приняла участие в переписи. Вместе со своими коллегами из миграционной службы много работала над уточнением списков. Она говорит, значение проведенной кампании сложно переоценить – медаль заслуга всего коллектива. Списки составляли и принимали участие в заседаниях комиссии. И обрабатывали потом в какой-то мере, которая касается нашей работы. Поэтому то, что сегодня нас наградили, это, наверное, все-таки заслуженная оценка. И большое спасибо сотрудникам Росстата и нашим сотрудникам, которые участвовали в этой переписи населения. Медали за заслуги в проведении всероссийской переписи населения получили 500 армавирцев. В их числе руководство и сотрудники телерадиокомпании «Вита». На встрече обсудили и задачи на будущее. В 2014-м в России пройдет еще одна перепись, правда, теперь сельскохозяйственная. Ирина Рухлядко, Евгений Халманский, служба информации, телеканала РЕН-ТВ, Армавир. К другим новостям. Пять дней в сапогах. Армавирские десятиклассники чуть менее недели будут жить по солдатскому уставу. У школьников начались военно-полевые сборы. За это время они должны освоить на практике строевую и огневую подготовку, а позже на зачетах доказать, что готовы служить Родине, рассказывает Ольга Чухонцева. Школьная программа закончилась. Теперь старшеклассники должны освоить другую науку – ратное дело. Для армавирских ребят это еще и полное погружение в солдатский быт. Пять дней они будут заниматься вместе с курсантами летного центра. Сборовые мероприятия, согласно программы, проводятся будут здесь с 8 утра и до 16-17 часов вечера. Они будут проходить на базе нашего училища, как я говорил. Здесь будет строевая подготовка, здесь будет показ вооружения, техники училища нашего. Пройти подготовку к армии обязаны все десятиклассники, их около 300 человек, плюс студенты профессиональных училищ и техникумов. Военно-полевые сборы – это та же армия, но в миниатюре. Здесь юношей ждет строгий распорядок дня. Первой в расписании стоит физическая подготовка. Под контролем опытных наставников ребята должны отработать навыки, полученные на уроках УБЖ. Собирать и разбирать автомат многие из них умеют с 8 класса. Николай Шкуропий говорит, что с оружием познакомился даже раньше. После школы молодой человек собирается не только отслужить положенный срок в армии, но и связать с ней всю жизнь. После того, как пройду эти военные сборы, надеюсь, мне понравится, буду обязательно служить. Поступлю в военное училище после школы. На сборах ребята смогут пострелять и из настоящего боевого оружия. Правда, это будет в последний день. Пока к такому серьезному испытанию школьники только готовятся. Тут шутят военные, не математика, а головой думать надо. Делать под охранителя. Докторную раму на конца. Держись. После занятий ребята должны будут сдать зачеты по 9 дисциплинам. Это и бег, и стрельба, и отжимания, и знания устава. А общая оценка аппаратному делу пойдет в школьный журнал. Ольга Чухонцева, Александр Романовский, служба информации телеканала РНТВ «Армавир». К другим темам. Молотком по непогоде. Два раза в год любители современного молодежного творчества выходят на городскую сцену, чтобы продемонстрировать свои таланты. Фестиваль удали название строительного инструмента, но смысл слова больше сленговый. Молоток на молодежном языке означает похвалу. Наша съемочная группа убедилась в том, что ребята действительно молодцы. Поют и танцуют на уровне серьезных краевых коллективов и готовы выступать даже под дождем. Молоток в Армавире проводится не в первый раз и с каждым годом коллективов становится больше, говорят организаторы. Современные музыкальные направления привлекают молодежь. Ребятам, которые увлекаются рэпом, роком, брейкдансом, фристайлом, нужна площадка и зрители, чтобы показывать свое мастерство. Современное молодежное творчество сейчас действительно развивается на должном уровне. Это показывают наши победы на краевых фестивалях, так как край сейчас тоже очень активно поддерживает такие направления, как рэп, рок, ньюстайл. Мы хотим, чтобы молодежь Армавира была активной, была творческой и была здоровой. В этот раз с погодой фестивалю не повезло. 1 июня в Армавире хозяйничал дождь, но для молодежи даже это не стало помехой. Что касается вокальных направлений, то их спасла крыша сцены в городском парке, а вот танцорам спрятаться было некуда. Учитывая особенность современных направлений, на мокром подиуме им приходилось не просто стоять, но и сидеть, лежать и даже вращаться. Коллектив «НТ» молодой. Девчонки и хип-хоп вместе танцуют чуть больше полугода. Говорят, именно это направление выбрали не случайно. Оно позволяет не просто показать особенности пластики, но и выплеснуть нехорошие эмоции. А что касается непогоды, то она им даже оказалась по душе. Погода нам не мешает никогда. Мы будем танцевать, хоть снег, хоть дождь, нам не помешает. Это такие непередаваемые ощущения, эмоции, адреналин. Это очень круто. Каждый участник праздника молодежного творчества получил диплом лауреата «Молотка», а некоторым вручили и межрайонные награды. В апреле проходил зональный этап краевого фестиваля «Свежий ветер». Четыре армавирских конкурсанта стали первыми. В конце июня они сразятся с лучшими вокалистами и танцорами Кубани уже в финале. 1 июня в Армавире стартовал муниципальный этап всекубанского турнира по стритболу на Кубок губернатора Краснодарского края. На церемонии открытия в воздухоопорном комплексе «Лидер» собрались мальчишки и девчонки самого разного возраста. Первый день соревнований превратился в настоящий праздник спорта, красоты и здоровья. Там побывала наш корреспондент Лариса Юровская. Когда смеются дети, смеется мир, говорят мудрецы. А когда ребята танцуют и играют, получается настоящий праздник. Поэтому на церемонии открытия всекубанского турнира по стритболу и было много эстафет с конкурсами и призами. И выступлений зажигательных танцевальных коллективов. Нужно ли заниматься спортом? На этот вопрос юные артистки танцевального клуба «Парадис» отвечают единогласно. Спорт – это дружба! А также изящество и красота. Такой вывод невольно напрашивается сам собой, когда смотришь на выступления стильных штучек. Хорошую подготовку показали и участники турнира. Вот уже два года подряд городская команда «Две полосы» получает из рук губернатора Краснодарского края кубок победителя. Стритбол родился на дворовых площадках и представляет собой упрощенный вариант баскетбола. Две команды по три игрока в течение 20 минут стараются в одно кольцо забросить как можно больше мячей. Но, как ни странно, спортсменки считают, что в этом варианте игры есть свои сложности и к тому же он имеет свою философию. Это командная игра, где важен каждый человек. И если один играет, то не получится слаженной и красивой игры. Важно именно, чтобы была дружная и веселая команда. Он дает дружбу, он дает силу, он позволяет мне в игре раскрепостить свои возможности, показать всем, что я могу. В прошлом году в течение лета дворовый баскетбол освоили 6 тысяч ребят. За год армия поклонников игры заметно возросла. Каждый год проводим эти соревнования. Плюс к этому у нас идет развитие материально-технической базы, которая способствует развитию данного вида спорта. Это строительство комплексных спортивно-игровых площадок, которые многофункциональны и позволяют проводить соревнования как по мини-футболу, по волейболу, так и, конечно, баскетбол и стритбол, естественно. После отборочного городского тура лучшие команды поедут на зональные соревнования. Победители трех этапов будут бороться за чемпионский титул в финале, который состоится в Тимошевске. Лариса Юровская, Артур Кырджанян, служба информации телеканала РЕН-ТВ, Армавир. Это был заключительный сюжет и теперь информация синоптиков. Я передаю слово Ирине Рухлядко, она уже в студии и готова рассказать о погоде на вторник. Спасибо, Марина. Здравствуйте. В погоде вторника главными будут ни температуры, ни ветер и даже не осадки. Основной роль сыграет атмосферное давление. Тем, кто испытывает головные боли и усталость, когда этот показатель падает, нужно внимательнее отнестись к своему самочувствию. Остальным день покажется отличным. Температуры высокие. Утром плюс 22, днем 28 тепла. Ветер не сильный, в течение дня он несколько раз поменяет свое направление. Что же касается осадков, то в прогнозе они есть и приходятся на вторую половину дня. Но переживать не стоит. Скорее всего, лимит сильных дождей, града и порывистого ветра Небесная канцелярия исчерпала еще в мае. Так что в июне, если синоптики обещают осадки, то наверняка обойдется кратковременным дождем, после которого можно ждать появления радуги. У меня на этом все. Марина. Метеопрогноз завершил выпуск. С новостями вы можете также познакомиться на сайте ravita.info и на авторадио Армавир. С вами была Марина Белова. Всего доброго. Смотрите канал РЕН-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова